Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о прекрасном, о музыке, а точнее о том, как этой замечательной музыке правильно обучается, а конкретно пению, оперному или, как говорится, научным языком, академическому пению. Хотя, наверное, никто не запретит и какое-нибудь эстрадное излишество, тем более мы знаем таких исполнителей. Обо всем этом нам расскажут сегодня наши гости Евгений Анатольевич Саулин, преподаватель академического вокала музыкальной школы номер 2 городского округа Люберцы, кстати, солист сеченовского хора, да? Так правильно я сказал? И ученица нашего Евгения Анатольевича – это Мария Ященко, ученица музыкальной школы номер 2 городского округа Люберцы. Рады вас приветствовать в студии. И сразу вопрос всё-таки Евгению Анатольевичу, как преподавателю. Скажите, а вот музыкальные школы, они ещё сегодня как-то котируются? Вот в наше современное время. Вот такой неожиданный вопрос. Я помню, что в наше время, ну, я не попал в музыкальную школу и жалею, кстати, потому что хотелось на рояле научиться, и я почему-то до сих пор думаю, что я петь умею. Но не сложилось. Вот. Нос загоняли, я помню, это была такая история, что ты обязательно должен там музыкальную школу. Сегодня культура музыкальной школы. Народ с удовольствием идёт? Да, я могу сказать, что да, конечно, а как не котируется? Естественно, котируется, и народу идёт много. Просто предпочтения в каких-то направлениях увеличились, в каких-то уменьшились. В каких увеличились? Ну, эстрадный вокал предпочтительнее. Ну, конечно, вышел, пять копеек заработал, и хорошо. Но я могу сказать, что, например, если посмотреть на примеры того, как было 10 лет назад, на все, вот глядя на моих ровесников, моих одноклассников, я их встречал, я в тот момент учился, когда делились, я там учусь, а я там учусь, и мне говорили, зачем тебе опера? Это же умирающий жанр, вообще умирающая музыка. То есть так много веков умирает, всё никак не умирает. Да, вот. Я как-то на всё это смотрел, и многие, даже вот друзья, которые у меня сейчас, у меня не так их много, прям настоящих, тоже все говорили, зачем, зачем, а сейчас вот всё это возвращается назад, и они... Ты знал, ты знал, да? Ты всё-таки сделал это. Правильный выбор. Мария, вопрос к вам. А, вас заставили в школу пойти или всё-таки сказали, я хочу пойти? Я с детства любила петь, и мне родители говорили, и бабушка говорила то, что у меня хорошо получается петь, и меня отдали в музыкальную школу. Бабушка привела. Хотели с первого класса, но из-за того, что мы пошли уже летом, поздно летом, нас не приняли. И мы пошли со второго класса, получается. То есть сразу на второй класс? Чего, нормально. Нет, во втором классе в обычную школу. Я понял, понял, да-да-да. Музыкальную первую, первый класс. Меня отвела бабушка самостоятельно, то есть папа был категорически против. Он говорил, что лучше пойти на английский или на какую-то науку, чем быть певицей. Вот это петь. А вот мама и бабушка поддерживают меня. А вы пошли, давайте так, откровенно, вам какая-то певица, наверное, нравилась? Или просто вам нравилось петь? Нет, мне просто нравилось петь. Ну, вы же все равно на кого-то смотрите и говорите, вот, как она поет, а я, ну, как обычно дети, а я могу лучше петь. Нет, такого не было. Просто петь? Да. Хорошо. Евгений, вот такой, наверное, подход, да, что если ребенок сам приходит, есть же два варианта. Когда ребенок приходит сам, это хорошо. Да. Есть вариант, когда приходят и говорят, научите нашего ребенка петь. Если не научите, мы будем грустить по этому поводу. Говорят обычно, не просто будем грустить. Да. Не дай бог не научите. Да-да-да. Но я где-то слышал, что можно и тот, и тот вариант научить. Нет. Нет? Нет. Если у человека нет слуха, я… А есть люди без слуха? Я говорю не о физиологическом слухе, а о музыкальном. То есть есть такие люди без музыкального слуха вообще? Конечно, есть. Я не раз встречал таких людей. Его нельзя. Вот это невозможно просто. Ага, так. И я просто вот честно, я вот наблюдал за такими моментами. Кто-то пытался развить, и в конце концов просто вот сам человек то ли понимал это, то ли уставал от самих занятий. Просто бросали. Ну, то есть математически, в общем-то, можно это сделать, но невозможно это терпеть. Правильно? Это очень тяжело. То есть это должно скистить с тебя идти. Но если есть слух, то голос развить можно. У любого? Да. В принципе, до какого-то, естественно, у каждого какой-то потолок свой есть. До какого-то уровня. Вот у Марии какой голос? У нее сопрано лирическая, лирика колоратурная. Ну, скажите, как вас проявляли? Вы пришли, как в кино, да, там сидит такая женщина. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, сначала она попросила меня спеть. Мы распелись, попросила меня спеть там на ма, на ля. И до какого-то момента мы распевались. Потом она спросила, а что ты можешь спеть вообще? Я говорю, ну, я-то 8 лет не знала ни одной песни наизусть. Я говорю, я ничего не могу спеть. Она мне включила, знаете, песню «Красная шапочка». А, да-да-да-да. Вот. А-а-а. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И мы начали просто с моим преподавателем просто вот так кружиться и петь. Она сказала, что определенно я эту девочку беру. Ой, и вы были довольны. Да. А уж бабушка, как была довольна, только папа переживал, бедный. А вы на английский так, кстати, не пошли потом? Пошла. Вот. То есть это и для папы сделала. Английский так же и у меня занимается. Да? Да. А, да, вы ещё преподаватель английского. И вы ещё уже у нас спортсмен, насколько мне доложили наши агенты. Да. Ну, мне кажется, что для человека, который занимается творчеством, вот все думают, ну, человек поёт, что он там, какие-то специальные ест яйца, какой-нибудь кефир, какой-нибудь там, много какой-то еды, потому что в зависимости от характера голоса он должен быть либо толстый, либо тонкий. Нет, такая... Нет, я вам сейчас рассказываю просто. Вот, но если говорить глобально, то, конечно же, артист, музыкант – это целый комплекс, это тело, потому что это мышцы, это, как я говорю, например, своим студентам, я не знаю, как вы, может быть, руки есть, ноги есть и голова есть, а голос – это то, чего нет, это то, что мы делаем своим телом. Правильно? Да. Он просто так не возникает, его нельзя пощупать. Вот, и самое страшное, что масса наших людей, я даже сейчас выхожу за рамки музыкальной школы, не знают свой голос настоящий, какие у них есть возможности, и что если бы они правильно хотя бы говорили, я уж не говорю, пели, они бы здоровее были бы. Конечно. Как вы, например, тяжелоатлетом бы стали, правильно? Ну, штангистом-то я стал бы немного, как это сказать, раньше, чем вокалистом. Ну, поговорим об этом чуть позже, тем не менее, вернемся к школе на сегодняшний день. Кто в школе, кто приходит и чем школа занимается? Ну, вот наша вторая школа, я рад, что это чисто музыкальная школа, не школа искусств, а именно музыкальная школа. Занимается, ну, у нас прекрасные инструменталисты, у нас прекрасные вокалисты и эстрадники. Вообще ничего не могу сказать вообще. Сколько ребят ходят примерно, можно так сказать, в среднем? Вы имеете в виду в общем школе? Да, ну учеников сколько в школе, трудно сказать. 300 с лишним. Понятно, понятно. Окей. Мария, скажите, пожалуйста, ну вот началась ваша жизнь, бабушка обрадовалась, все. Но я всегда слышал, самое страшное, что есть в музыкальной школе, это сальфеджо. Сальфеджо, теория музыки. Да, вот скажите мне лично и персонально, я боюсь, что я уже никогда сальфеджо не буду учить, что там страшно. Я знаю, когда там то, значит, теория основы электротехники, например, тоже страшный предмет, да. С Далтоем можно жениться, говорили. Ну вот и сапрамат туда. И сапрамат, да, да, да. Что такое сальфеджо? Как вас мучают там музыками в школе? Нет, нет. Но самое страшное, мне кажется, для многих учеников, это писать диктанты. Там зачем пишут диктанты в музыкальной школе? Музыкальные диктанты, нотные. То есть играет какую-то мелодию, и вы должны написать это нотами. Какая это нота, какая длительность ноты. И не дай бог ошибиться же. Нет, ну, учителя подсказывают, конечно, но это для того, чтобы писать диктанты, нужно или быть абсолютником, то есть человеком с абсолютным слухом, будем теперь, как это называется, кто такой абсолютник, так. Или очень много тренироваться для этого. То есть абсолютник может написать ноты идеально правильно. Да? Да. Но даже они ошибаются. Я помню из нот, извините, да, очень всегда мне скрипичный ключ, нравилось рисовать. А всё, что потом справа, из ноту соль я помню. Потому что она где-то там в серединке так хорошо распространена. Всё остальное, это, конечно, уже очень давно осталось память. Мало того, я всегда, когда человек читает ноты, ну, я, как вы поняли, очень часто бываю на... Люблю, особенно когда до пандемии, за границей, куда ты пойдёшь? В оперный театр, потому что там понятнее, чем в драматическом. Такая логика. Вот. И я прям вижу, когда нотные, вот как они играют, и когда на самом верху театра такие седоласые бабушки и дедушки сверяются. По клавиру, да. Да, и я прямо на них даже больше начинаю смотреть, потому что зачем это? И смотрю, что-то вот он машет головой, что-то пошло не так. То есть нотная грамотность – это показатель учащегося, верно, Мария? В теории, музыкальной теории. То есть на практике человек может не очень хорошо знать сольфеджио, но хорошо играть там на каком-то музыкальном инструменте или хорошо петь. Тогда, Евгений, вам вопрос. Нотная грамотность – это очень важно? Или… Да, это, я считаю, это очень… Это я сейчас как у преподавателя спрашиваю. Крайне, крайне важно. Раньше, ну, скажем так, в советское время, услышали талантливого человека, услышали голос, силу голоса, абсолютно безграмотный. Так, но голос есть. Берешь, берем его, будет петь, вот, что покажут. Ему сыграют все это, ему покажут. По слуху. Да, по со слуху он возьмет это. Все это дело воспроизведет. И с ним вот это будут выдалбливать, выдалбливать постоянно, все это точить. Вот, как сейчас этого не будет. Я не буду называть тех певцов, которые считаются великими, которые… Работали без нот. Работали без нот, до смешного какие-то вообще момента есть. Некоторых уже и нет в живых. Но они, в принципе, безусловно, великие. Но сейчас это не котируется. Я вот сам могу сказать, что изначально я вот без музыкальной школы. У меня такая же ситуация, как у Маши была. У меня папа спортсмен. У меня папа изначально физик-математик. А тут певец появился. А тут я, да, я говорю, я хочу в музыкальную школу на фортепиано учиться. Вот. Папа сказал, нет, категорически. Мама у меня из очень музыкальной семьи. Я, она сама играла прекрасно. Вот. И получилось так, что и младший брат тоже сказал, что я хочу. Папа сказал, никто не будет музыкантом. Хватает мамы с бабушкой и дедушкой. Ну вот. Будете спортсменами. И мы, естественно, учились в общеобразовательной школе и ездили в нашу Люберецкую спортивную школу. Ну и вот так вы стали тяжелоатлетом. Вот. Сначала я занимался легкой атлетикой. Папа меня тренировал рукопашному бою. Все круги спортивного адовы прошли. Да. А потом, как бы, так получилось, что, ну, еще мы занимались... Для эстетики папа позволил в физическом развитии бальные танцы и балет. Ну, это уже был здоров. Да. И, как бы, мама была счастливая. Мы полный курс с братом 7 лет прошли всего этого дела. Вот. Потом, к сожалению, папа не стала. Вот. И мама уже не потянула дальше ни балет, ни бальные танцы, потому что все-таки это дороговато. Да, да, да. Вот. А ее старший брат, он штангист. И он сказал, вот... Вы начали заниматься. Да, я начал заниматься. А вот как вы стали певцом, и как вы уже, да, 8 лет, практически, 7 лет, да, певица, как вы стали, мы узнаем чуть позже. Во второй части, напомню, что у нас в гостях Евгений Саулин, преподаватель академического вокала музыкальной школы номер 2 городского круга Люберцы, и его воспитанница, ученица музыкальной школы Мария Ященко. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Евгений Анатольевич Саулин, преподаватель академического вокала музыкальной школы номер 2 городского округа Люберцы, солист Сеченовского хора, и Мария Ященко, ученица музыкальной школы номер 2. И первый вопрос во второй части Марии. 7 лет, да, вы отучились? Чему вы научились, кроме пения? Кроме пения я еще также играю на фортепиано. Так, то есть можете сами себе подыгрывать. Да, могу. Это очень важно для вокалиста, потому что можно самим себя и распеть, и что-то выучить, нотный свой текст. И также сольфеджио, музыкальная литература. А вот кроме фортепиано вы еще какой-то можете? Гитара, какой-то инструмент? Нет. То есть все, все по школе, все. Кстати, я вот с удивлением узнал недавно, стыдно признаться, что чем отличается пианино и рояль? Оказывается, просто как струны расположены. Никогда даже в жизни не задумывался. Нет. У рояля еще на три клавиши больше. Ну, это вы уже, да. Сейчас добавили мне еще знания. Евгений, скажите, вот теперь все-таки вы рассказали нам довольно любопытно, но таком детском пути, и вот как все-таки вы добрались до пения, и почему? Кто все-таки? Вот это вот самый интересный момент, это такая ирония судьбы. Скажу так, что мы с нашим директором Татьяной знаем друг друга очень давно. Прям вот, скажем так... Директором чего? Школы. Школы, наши музыкальные школы номер два. Назовите фамилию Татьяны. Да, с Татьяной Матвеевой, да, мы знакомы вот очень давно. Прямо, скажем так, с незапамятных времен, наши семьи дружат с 62-го года. Сумасенс. Да. У нас дружили наши бабушки, наши родители, как бы очень... И вам передалось. Да, и вот мы такие поколения. И в музыку, вообще в вокал я пришел, когда Татьяна начинала свою карьеру, она подарила моей маме свою запись, еще тогда кассету. Ага. Да. Кассета, это великое дело. И, ну, естественно, был дома магнитофон. Вы поставили. Вот. Я поставил, не просто поставил, я ставил. Я первый раз сначала просто послушал, а потом я решил, что... А ну-ка я выучу текст. Я вот себе кручу туда-сюда это, кручу, кручу и учу потихонечку. Ага. Я выучил, они еще с двух сторон. Да. Вот. Я выучил все, что там было. Весь концерт. Да, все, что там было. Вот. Ну и такая, как бы, обычная привычка. Кто-то в душе поет, а Женечка маленький, вот он стоит, посуду моет, магнитофон играет и горланит. Ага. Вот он по всему глазу. А голос такой громкий был. И громкий, и сломный. Потому что надо же было петь так, чтобы слышно было. Да, но она же самим собой еще насладится. Да, конечно. Вот. Поэтому... И кто-то услышал, да? Да, вот. Нет, мама просто сказала одной своей знакомой, который являлся уже профессиональным, естественно, хоровиком. А вот. Мальчик поет, орет. Да, она сказала, да, она сказала, Зина, возьми его, пожалуйста, заниматься. Я говорит, больше не могу это слушать. И сначала меня определили как баритоном. Потому что, ну, голос еще был не сформирован, было непонятно, как и обычно, в принципе, у всех подростков. Ну, да, конечно. И какие-то мне баритоновые вещи давали, я их учил, пел. Вот. Первая моя ария вообще была ария князя Игоря. Вот. Но... Ну, звучит. Звучит. Это такая вещь, до которой надо дорасти. Я считаю, что это до сих пор. Вот мне скоро 40, а я... А князь Игорь еще стучится у вас, да. Глубиной, должна быть глубина. Да. Вот. Но потом, в сходном времени, когда я уже учася в физкультурной академии, во мне этот талант увидела председатель правкома, которая тоже изначально имела музыкальное образование, хоровое. Да. А вот. А она сказала, говорит, существует такой фестиваль-конкурс «Студенческая весна». Да, да. Ну, вот. Через маму. Ироги проходили через нее. Она говорит, давай-ка ты туда поедешь, поучаствуешь. Вот. И мы поехали, как сейчас помню, в 2001 году это было, проходило. И я взял там гран-при. Я пел там произведение Глюка «Все мы в сборе в радостном хоре». Все были в восторге раз в гран-при. Я был в восторге от того, что мне его дали, потому что я, в принципе, считаю, что я спел крайне посредственно все это дело. Ну, это же такое дело. И все вот это пошло-пошло потихонечку. Я помню, в 2004 году я уже шел на диплом в академии, как бы все как бы уже были предвестники того, что как бы с красным дипломом закончу. Но я решил, а ну-ка я пойду в консерваторию, подам документы. Такой без музыкальной школы, без училища такой, пойду-ка я. Пришел, меня там прослушали, говорит, конечно, голос-то есть. Ну, музыкальная школа нет. Идите. Я, естественно, я не из тех, кто сдастся. Пока вот я своего не добьюсь, я... Так, 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 тем закончилось. И в конце концов, у меня очень хороший друг семьи, тоже с ним сейчас очень дружин, сказал, говорит, у меня есть один дирижер, знакомый, говорит, давай ты к нему съездишь, и он тебя прослушает. Как сейчас помню, Владимира Григорьевича. И он меня прослушал, все это началось... Жил он на пролетарке, это тоже такая ирония судьбы. Он меня прослушал и говорит, ты ездил вообще куда-то? Я говорю, конечно, в консерваторию. Он говорит, а ты считаешь, что существует только консерватория? Да, есть еще и политов наши рядом. Есть и политов, да, есть шнитки. А он говорит, я тебя направлю к одной преподавательнице, говорит, она тебя прослушает. Я приехал, это было училище имени шнитки, бывшая Октябрьской революции на Октябрьском поле. И Наталья Васильевна пустовая, она была солисткой Большого театра, была солисткой Ла Скала, такая с очень высоким голосом, совершенно дивная, красивая женщина. Я просто вот увидев ее, я влюбился, хотя она в принципе в маму находилась. Она меня прослушала, сказала, ты такие вещи поешь, которые в ВУЗе поют. Говорит, не надо это сейчас тебе петь. И выбрал у меня романтик, коротенький, венгерский, на русском языке, естественно. Заставил его выучить очень быстро. Так, и тем закончилось это все? Я не поступил в первый раз. Но во второй? Потом еще, потом я поступил на переводчика учиться. Ну так, временно. Вот, отучаясь, да, там два года, думаю, а ну-ка я закину документы в то же училище. И взяли. А уже тогда уже голос сформировался, я уже прям, прям мог дать такой звук. Зашел, и заведующая кафедры говорит, у нее такой низкий голос. Мы вас берем. Ну вот. Вот с таким. И вот это началось в Шушнитке. Я отучился там, и потом, я думаю, в ВУЗ поступать, в Аполитовку пришел. И закончился, как началось на Провитарке. Вот я же говорю, видите, вы добились его. Давайте Марии спросим. Мария, вот вы сейчас, музыкальная школа закончится. Вы, я так понимаю, тоже в Аполитовку собираетесь. И в итоге, вот вы хотите работать в театре или быть преподавателем? Хочу работать в театре, именно быть оперной певицей. Именно оперной певицей. В каком театре? Понятно, что большая оперная певица в любом может работать. Ее еще будут забирать. Но вам бы хотелось в каком работать? Вот сказали бы, что мы предлагаем вам оперный театр. Ну, кроме большого, там большая очередь. А вдруг вам скажут, что мы вас возьмем, но не будете петь где-нибудь не в Московской области, а в какой-то другой город. Поедете петь? Вы будете там приемы? В России или? Да, в России. А, ну за границу-то, конечно, поедете, я уверен. Ну, в Мариинский театр. В Мариинский. Да. А вы посещаете, вот до пандемии смотрели какие-то? Кого вы слушали? Какие оперы, какие театры? Расскажите нам. Я была на опере «Иоланта», была на опере «Регалетта». Это в каком театре? В театре имени Вишневской. Угу. Вот. И, по-моему, все. Пока все. Да. Ну, а вот когда артистка смотрит и видит, что кто-то лучше поет, кто-то хуже, вот у вас мурашка бежит, что хочу, хочу тоже петь, что я смогу. Да. Да? Конечно. А какую партию «Иоланта»-то? «Иоланта». Понятно. Такое хорошее такое произведение, легкое. Евгений, сейчас нас смотрят мамы, папы, причем, которые разрешают, которые запрещают. Вот. Как попасть в школу? Что сегодня для этого нужно? Мы так вначале немножко коснулись, потому что все родители обычно считают, что их дети, ну, что, естественно, как минимум талантливы, а как максимум просто гениальны. Да, вот как можно попасть в школу? Что для этого нужно, чтобы… Скажем так, сначала нужно прийти прослушаться. Так. Если ребенок, ну, относительно маленький, если ему там лет семь, нужно полгода, хотя бы полгода позаниматься, просто походить только вот на специальность, чтобы вообще понять, да или нет. Ну вот. Потому что есть подготовительный момент в нашей школе, да, безусловно. Да, естественно. То есть вы правду скажете, если… Ну, не как? Естественно, конечно. Потому что сразу, даже вот после первого занятия, так и было вот в прошлом году, ко мне пришла девочка, Анфиса. И получилось так, что, как бы, я родители знаю, они мои друзья, они мне сказали, что вот нам говорят, что она поет. Скажите, Женя, скажи, пожалуйста, честно, поет или не поет. Вот. Она пришла. Ну, естественно, ребенок такой вот тихенький голосочек, но я слышу, что слух есть. Ага. Я ей потом объясняю. Анфис, говорю, весело петь будет, когда ты научишься. Сейчас просто работать. А сейчас, говорю, будет сложно. Как, говорю, есть поговорка какая? Говорю, тяжело в учении, легко в бою. Ну, понятно. У нас просто немного времени, вы так сказочно рассказываете, что уже я хочу в вашу школу прийти. Мария, скажите, а вы в караоке поете? Редко. Ну, вы когда-нибудь в караоке слышали, чтобы кто-то хорошо пел? Ну, вот вы почувствовали, а у человека есть голос? Вы-то же с музыкальным-то или все плохо поют? Ну, обычно просто люди приходят... Я про трезвых людей говорю. Я понимаю. Обычно люди приходят в караоке просто отдохнуть. Даже если у них нет голоса, они все равно поют. И пусть поют, это, ну, как развлечение. И тогда вам вопрос, почему я про караоке, я возвращаюсь к теме приема на это. То есть огромное количество, особенно летом идешь, слышишь эти замечательные песнопения. Ага. Ведь очень многие люди действительно думают, что они умеют петь. И их невозможно переубедить. Но вы точно определите ребенка, не выплесните, вот придет к вам какое-то что-то в плохом настроении. Вы сразу услышите, что с ним что-то можно сделать? Да. А если я сразу не услышу, я скажу ему, приди еще раз. Хорошо. Это важно. Итак, музыкальная школа номер два. Вы увидели. Во-первых, дружный коллектив и преподаватель, и ученица, которая восьмой год уже, да, не мучается, собирается петь партию Алланты. Но мы, естественно, подготовили сюрприз. Надо все-таки показать, а то говорим-говорим про пение. Надо что-то спеть для наших. Коротенькое. Я понимаю, что это все, как говорится, акапелла. Вот. Что нам исполнить? И тем более редкий случай, когда преподаватель вместе с ученицей будет петь. Это русская народная песня. Сейчас вам сразу не скажу, в обработке кого. Мы прочтем. Да. Однозвучно гремит колокольчик. Такая лирическая вещь. Обычно на ансамбле, когда репетируем, все это приходится мне подменять. Ну, давайте немножко грустинки в наш веселый эфир добавим в финале. Поехали. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныло по ровному полю, разливается песням щека. Сколько чувства в той песне унылой, сколько грязь дим на певе родном, Чтоб груди мои хладно остыла, разгорелось во сердце огнем. Браво. Браво. Ну, вы знаете, надо было сначала спеть, потому что, допросит меня Евгений Анатольевич, он громкий у нас такой, а Мария такая тихонько сидела, что-то нам рассказывала про сольфеджио. А как сейчас-то, да, вот какой голос-то сумасшедший. Ну, это называется как раз ансамбль. Если я буду громко петь, я их забью. Я хочу вас, во-первых, поздравить с тем, что вы любите свое дело, в чем каждый на своем боевом посту, это прям чувствуется, энергетика такая. Пожелать вам, Евгений, хороших учеников побольше. Вы делаете большое дело, тем более же вы разносторонний человек. И что немаловажно для певца, если что, на английском английский арит уже можете помочь правильно произносить именно в пении, да, чтобы не смешно было где-нибудь там в Лондонах. Вот. Ну, Мария, а вы все, мы ждем и Алан. Я в восьмом ряду буду, как в песне поется. Правда, не в оперной. Спасибо вам большое. Это были Евгений Анатольевич Саулин, преподаватель академии академического вокала «Музыкальная школа номер два» городского округа Люберцы, солист Сеченовского хора и Мария Ященко, ученица музыкальных школы номер два. Очень надеемся, что будущая солистка какому-нибудь солидного оперного театра. Всего вам доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова